Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас важная и сложная тема. Олег Рудольфович Рапетов писал по этой теме много книг и статей. Это польский вопрос царской России. Дело в том, что наряду с другими вопросами, конечно, польский вопрос был одним из самых тяжелых, важных и сложных. И, к сожалению, до сих пор, уже и императорской России нету, и Советского Союза нету. До сих пор этот вопрос, вот с того времени, он сейчас необычайно актуален в Польше, необычайно действенен. Его используют, его разжигают, на нем фикулируют. Там особенно нужно понять, что мы сейчас будем говорить о проблеме, но польский вопрос как проблема преимущественно внутренней политики Российской империи. А то, что вы говорите вы, Айсавадыч, дело в том, что я все время говорю, это надо понимать просто, что русофобия, ненависть к России, это часть польской национальной культуры, часть самосознания поляков. И, кстати, это единственное то, что поляки успешно экспортируют. Вот это они привносят, они стараются принести. Все в политической практике Польши, в политике на запад, не только на восток, но и на запад, в отношениях с гитлеровской Германией. После войны сейчас США, они торгуют вот этим товаром. Да, Польша пошла в сторону католицизма, Россия приняла православие спустя небольшое количество времени. С того времени начался спор за Восточную Европу, и поляки проиграли там, причем проиграли не раз. И поэтому вот у них это болезненное, вот это застряло в сознании. Ну да, товарищи, я должен был быть на его месте, да. То есть это у нас должна была быть огромная империя. Это мы, мы же самые хорошие, мы уже не были, да. Вот мы должны были быть от моря до моря, от океана до океана. Это все мы, да. А получилось, да. И они, вот странно, действительно, они не могут спокойно жить. Вроде так нормально все, но как день национальной независимости, это же как дикие звери. Просто страшно смотреть. У нас, если бы такое было бы, я не знаю, что бы, просто Варшаву сносят, выскакивают изо всех щелей, как тараканы, нападают там, кричат, баннеры поджигают какие-то факелы. Какое-то прямо сумасшествие. Ну, в общем-то, а что еще делать? Каждый раз, каждый год один и тот же сценарий. Да, ну вот. Ну, говорится, что есть, то есть, что выросло, то выросло. Но я хочу отметить, Александр Иванович, что это не впервой. Нужно понимать. Действительно, речь посполитая, она, ну, у нас были передачи про восстание Хмельницкого и так далее, повторяться не хочу. Но речь посполитая, она была действительно огромным по европейским масштабам государством и даже по масштабу Восточной Европы. Это была огромная страна, но она никогда не была, скажем так, сверхдержавой того времени. Хотя она была в какой-то период действительно великой страной и, безусловно, фактором региональной политики, не более того, так сказать. Но в 18 веке Польша, она стала деградировать как сила. Ну, причин было там множество. Ну, и вот в результате усиливавшиеся ее соседи, Пруссия, Австрия и Россия, они провели три раздела. Ну, тоже это отдельный разговор, если хотите, потом отдельно поговорим. В 1772-1793-1995 годах, в результате чего Польша исчезла с политической карты мира. В результате Россия получила территории, ну, практически всей Белоруссии, Литвы и значительной части Западной Украины, правобережной Украины, за исключением Галиции, которая захватила Австрия. Это была, кстати, вот трагическая вещь для нас, потому что с этого начинается... Вот эта основа не с этого начинается, начнется позже. Но то, что Галиция осталась под контролем австрийцев, это, конечно, недоработка. Недоработка была. В ходе наполеоновских войн возникло герцогство Варшавское, которое создал Наполеон. Оно было создано из земель, которую получил в свое время Пруссия и частично Австрия. Находилась династическая уния с Саксонией. Наполеон знал историю, знал, что вот саксонские короли, Курфюрста, они были избранными электоральными королями. Речь Посполитой был такой период, довольно удачный для Польши. Ну, там, противоречивый, но в целом для культуры и экономики удачный. Ну, при этом хочу отметить одну особенность. Наполеон, как бы он не заигрывал с поляками, он заигрывал и использовал Польшу как ресурс. Он не вернул на политическую карту Европы само название Польши. Ярцогство Варшавское. Вы всегда обращаете внимание, что дивизия СС Галициен, а не Украина. Никто не собирался снова создавать слишком такое большое государство. И это государство, ну, как оно создано было и существовало благодаря Наполеону, как французский плацдарм на Востоке. И оно и рухнуло вместе с Наполеоном, ушло в небытие. И на Венском Конгрессе польский вопрос уже был одним из основных, как с этим определяться. И опыт войны 1812 года показал, что вот эти территории для России, они чрезвычайно важны, потому что мы не можем себе позволить, чтобы эти территории вновь были использованы как плацдарм для нападения на Россию. И, условно говоря, западнее Полесье, Полесьских болот, которые, в общем-то, разрывают театр военных действий на западе Российской империи, на восточный и западный, или на юго-западный, северо-западный, как угодно. Перед ним нужно иметь контроль этой территории. Значит, это надо иметь под контролем территории герцогства Варшавского, бывшего. А как это контролировать? Военные силы – это одно, а с другой стороны, для контроля необходимо дать полякам максимально, дать им то, чем они не владели. Это была задумка Александра I. И по решению Венского конгресса, кстати, к вопросу о важности польского вопроса, статья I Венского конгресса говорит, Венского трактата, говорит о том, что создается царство или королевство польское в русской и польской традиции, они так по-разному назывались, которое навечно присоединяется к Российской империи. А вот Александр I принимает решение, и это решение тоже отражено в решениях Венского трактата, о том, что будет этому государству, объединенному с Россией династической унией, будет дарована конституция, самоуправление, собственная армия, свобода печати, то есть практически всё. И фактически она была присоединена к Российской империи, её объединяла только династия. То есть Романовы, император всероссийский был из династии Романовых, и царь или король польский тоже. Александр I таким образом сделал то, что не сделал Наполеон. На карте появилось снова польское государство, царство польское. Ну, поскольку мы на русском введём периодичную, мы будем пользоваться именно царством польским, а не кролевство польское. И в ноябре 1815 года, то есть всего через несколько месяцев, он утверждает конституцию. Статья первая конституции 1815 года повторяет положение о том, что королевство, царство навсегда присоединено к Российской империи. Вводится в конституции парламент, двухпалатный парламент, Сейм, Нижняя палата, палата послов и Сейм, палата сенаторов, Государственный совет собирается один раз в два года на 30 дней. И состоит из 75 депутатов от дворян и 51 депутата от городов. Но дворяне все мужчины от 21 года получают избирательное право. Ну, а для горожан, если есть собственность, с которой ты платишь налог в 100 злотых, это 15 рублей серебром в год, ты имеешь право. В общем, в целом, довольно либеральная конституция по тем временам, которая что-то из французской конституции взяла, что-то из планов, которые предлагал Спиранский. Хочу отметить, что во Франции, которая, в общем-то, раза в пять, по-моему, больше населения было, чем в царстве польском, там право голосовать имело 70 тысяч человек, а в царстве польском 100 тысяч. То есть по тем временам это один из самых либеральных конституционных проектов Европы. Ну, и армию, которая воевала под знаменами Наполеона, вернули, обеспечили, она была постоянно, была своя денежная единица, злотый, польский банк отдельный, таможенные границы, ну, все дали. Более того, в государственной религии был объявлен католицизм, на всей территории царства польского было две православных церкви для войск русского гарнизона. Ну, и казалось бы, страна была разорена, по несколько раз военные действия, прошли армии туда-сюда, я уже сбиваюсь со счета, но больше пяти-шести раз, это точно. Да? Да. Вы понимаете, как это все? И вот это вот независимое государство, оно где-то до 1825-1826 года, российская казна, она финансировала это государство для того, чтобы там строились дороги, мосты, чтобы экономика Польши восстанавливалась. Вот она восстановилась, и сразу начались, вот Александр Первый умер, сразу начались заговоры, да, сразу начались недовольные. Николай Первый, став императором, королем, он воспринял Конституцию как наследство. Он был сторонник легитимизма, и раз Конституция была дарована законным правителем, его старшим братом, и раз он ее получил по наследству, он ее не нарушал. Но тем не менее, поляки требовали все больше. Уже в 1815-16 году они попытались убедить Александра Первого присоединить к царству польскому, Литву и значительную часть Белоруссии. Ну, а самые разгорченные умы начали говорить о границах 1772 года, это на востоке, конечно. Но Александр не мог этого себе сделать. То есть он не мог себе этого позволить. Он и так им дал больше, чем дал Наполеон. Но этого оказалось мало. И вот военный заговор, и вот что было бы, если бы победили декабристы. Ну вот, в ночь с 29 на 30 ноября 1830 года в Варшаве начинается мятеж в школе подхоружих или под прапорщиков. Чем? То есть мятеж начала военная молодежь. Учебка. Да. Кстати, значительная часть ветеранов войска польского генерала, в том числе старшие офицеры, они это не поддержали. Многие из них были убиты. Это 7 генералов и 1 полковник. Да. Ну и Константин Павлович, который тоже собирались убить, он спасся чудом, он приказал отступать. Он надеялся, что... Вообще это, конечно, фантастически. Он надеялся на здравомыслие поляков. Это здравомыслие поляков, я вам говорю, да, мы разбирали когда по поводу восстания Хмельницкого, название там, польская терпимость, толеранция польская, вы знаете, это, по-моему, оксюморон. Ну, и чем это закончилось? Ну, закончилось тем, что поляки выставили после всего этого ультимативные фактически требования Николаю Первому, который тот, естественно, отверг. и 25 января 1831 года Сейм принял акт о детронизации Романовых. Вот я неоднократно говорил о том, что статья 1 Венского трактата, статья 1 Польской конституции, они ее отменяли. И вы знаете, к вопросу о здравомыслии поляков, вот это здравомыслие, у них как-то не входило в их понимание, что если ты ликвидируешь вот эту главу, то вместе с этим ты ликвидируешь и документ. Вы можете заявлять о том, что вы не признаете, объявляете все разделы несуществующими, но вы находитесь в окружении Пруссии, Австрии, России. Как вы будете, что вы будете делать потом? А потом нам поможет заграница, Англия и Франция. Ну, в общем-то, пока существовала возможность военный мятеж в Варшаве называть восстанием и вести спор о том, кто был прав в защите Конституции, монарх или подданный, существовала определенная возможность вмешательства Англии и Франции на основе трактовки этих событий. Ну, как только прошел акт детернизации Романова, были уничтожены положения международного права, положения Венского трактата. Это раз. А два, раз Россию и Польшу и эта династия больше с польской точки зрения не связывают, значит, идет речь о войне между двумя отдельными государствами. Между царством Польским и Российской империей. Если ты поддерживаешь одних, значит, выступаешь против других. Но на это решиться в 1831 году никто не мог. и в результате вот этой вот самоубийственной политики, авантюристической политики, да, все это закончилось тем, что польское восстание, польский мятеж, который вырос в русско-польскую войну 1931 года, поляки проиграли. И Варшава, ну, пригород Варшава-Прага был взят штурмом. Поляки согласились на капитуляции при условии, что выпустят польскую армию. Она должна была на границе собраться и там сдаться. Как только они вышли из окружения, они заявили о том, что они отказываются от этой капитуляции, что было еще более бессмысленно, по-моему, потому что уже сопротивления речи быть не могло. Но отказались они два-три дня, пока дошли до границы, стало ясно, что сейчас будет крышка. И тогда Николай I, кстати, издал акт об амнистии всем тем, ну, рядовым солдатам. Офицеры и генералы, которые были приняты, приняли участие, они амнистии не подлежали. Ну, и, короче говоря, началось примерно 4 пятых армии ушли в эмиграцию в Пруссию, оттуда через Германию, там, кто куда, ну, в основном во Францию. А оставшиеся, остались, попали под амнистию. Царство Польское было ликвидировано. Конституцию тоже ликвидировали на том основании, что ее уничтожило само революционное правительство. И с тех пор Россия управляла территорией Царства Польского не на основании международных в, ну, скажем, международного договора, трактата, а, как и тогда говорили, по праву мяча. Не мяча, которым играет футбол, а вот такого вот оружия. 26 февраля 1832 года был издан органический статут, где сохранялся часть элементов независимости, названия, ну, делопроизводства на польском языке и прочее, но, в принципе, Конституция и польское самоуправление было ликвидировано. Ну, а после Крымской войны уже Александр II тоже попытался заигрывать, пытались идти на уступки, дать, вернуть, но там была тенденция в сторону возвращения Конституции, возвращения самоуправления. Все это продолжалось, продолжалось и кончилось тем, что с 22 на 23 января 1863 года началось восстание, ночные нападения на русские гарнизоны, попытки вырезать спящих солдат и прочие местные прелести, которые так поляки любят. Восстание это 1863-64 года кончилось очередным провалом, но это была тоже авантюра, авантюра с надеждой на вмешательство в первую очередь Франции. Вот была Крымская война. Там в Франции сидело представительство в отеле Ламбер. Да, отель Ламбер, это как раз образовался в результате эмиграции 1931 года. Там были люди специально обученные деньгами, графья всякие. Деньгами они были, но это деньги были для себя. И они строили всякие коварные планы. Да, это были деньги в основном для себя. Нет, они финансировали вот этих всех, но для войны этих денег решительно не хватало. Ну и не будем забывать еще один момент, что Наполеону Третьему, да, вот поддержка Польши, он пытался, ну, как говорится, на вербальном уровне. Несколько нот было и так далее, но Наполеон Третьего было не до Польши. У него шла война в Алжире, война в Индокитае, еще война в Мексике, куда французы втянулись, выстраивая Мексиканскую империю во главе с императором Максимилианом, бывшим австрийским герцогом. Все это кончилось очень плохо, кстати, в Мексике. Ну и вот это восстание тоже рухнуло. И, в общем-то, Польша на долгие годы становится относительно спокойным местом. Но неспокойным становится Сибирь, куда переселили часть населения, которая стала... Не часть населения, а активных повстанцев. Которые стали там буянить. Да, была попытка восстания в районе Байкала, тоже подавленная. Так вот, ситуация начинает меняться и очень существенно меняться в конце правления Александра Третьего, в начале правления Николая Второго. Я снова хочу сказать, что вот этот вот... Почему такой длительный экскурс провожу? Потому что национальный вопрос ни в случае с евреями, ни в случае с финнами и шведами в Финляндии, ни в случае с Польшей. Это никоим образом они не возникали никоим образом в конце 19-го и в начале 20-го века. Их не создавали злонамеренные какие-то революционеры. То есть, до этого все было хорошо, сидели все друг друга любили и так далее. Вдруг кто-то появился и что-то стал разъяснять. Нет. Вот это все, надо отметить, что все было не так просто, не однолинейно. Часть ссыльных, я все время привожу в пример целое то, что огромное количество русских офицеров императорской армии и флота да они были поляками по происхождению многих отцы и деды были повстанцами. Там один из героев обороны Порт-Артура Щенснович командир броненосца если не ошибаюсь Ритвизаном он командовал. Герой боя в Желтом море. У него отец ссыльный участник восстания 63-го года который сослали в Архангельск. А сын стал офицером императорского флота а потом и адмиралом. Он кстати и потом умрет после русско-японской войны по-моему в 8-м году или 9-му у него была сильнейшая контузия когда там критический момент в бою в Желтом море он броненосец свой бросил на вторанную атаку на японский флагман Микаса на котором находился только и на себя этот броненосец принял весь огонь неприятельской эскадры в то время как наш флагман в это время царевич он был оповрежден в управлении он описывал циркуляцию то есть это вот героический человек и таких людей было много польского происхождения которые служили надо отдать должное не за страх а за совесть когда мы говорим о гражданском конфликте он и есть гражданский конфликт когда он разделяется общество одни на одной стороне и считают что невозможно это делать другие на другой и даже те которые уходят на другую сторону революционную они тоже не едины но вот ведь и Пилсудский и Юзеф Пилсудский как у нас в документах его называли Иосиф Пилсудский его родственник ну не близкий но все-таки родственник Феликс Дзержинский они были на другой стороне они оба были революционерами было много командиров они оба были революционерами только они были очень разными революционерами и разные задачи перед собой ставили и вот к вопросу о национальном подъеме и революционном подъеме в Польше уже в 1892 году создается партия социалистов ПСП Польская социалистическая партия потом она переименуется ППС да и в 1893 году социал-демократия королевства польского и Литвы вот кстати последней партии начинали и Пилсудский и Дзержинский то есть заметьте брат Пилсудского проходил по одному делу с Александром Ульяновым старшим братом и заметьте Александр Иванович 1893 год союз борьбы за освобождение рабочего гласа по главе с Владимиром Ульяновым который еще не был он будет создан только через два года а первый съезд ТРСДРП будет проведен только в 1898 социал-демократии Польши в третьем первый съезд 1898 извините что-то история партии плохо знаете формальное основание но тем не менее в Минске напоминаю кто из нас поклонник левого движения я то нет я просто историк так вот безусловно это связано с тем что в Польше если брать именно Польшу в Литве это не так была очень высока концентрация рабочих рабочий вопрос стоял уже давно в порядке дня что называется сразу же кстати скажу что там была очень высока концентрация среди польских социал-демократов еврейского элемента особенно Лодзи Лодзи но это текстильный центр один из основных текстильных центров империи вообще империи то есть здесь революционные движения то есть были партии националистического движения националистического образца а были партии ну вот ППСовцы они в общем-то тяготели к национализму в общем-то больше а вот социал-демократы они в этом отношении были не едины и в общем-то значительная часть членов социал-демократии королевства польского Литвы буду называть просто польской социал-демократией они потом они потом перешли в РСДРП когда возникла проблема создания единой социал-демократии не на национальном основании хотя социал-демократия польская она никогда не была польской по этническому составу а более широкая и вот часть вот этих интернационалистов последовательных интернационалистов они вошли в состав РСДРП это были поляки и евреи и литовцы да вот и надо сказать они вошли и действовали там и в 1905 году в критические дни первой революции и во вторую революцию да то есть там все было не назначено у них была одна большая проблема под влиянием Розы Люксембурга они недооценивали национальные вопросы уступали против права национального определения в результате проиграли но это в противовес у них это не то что проблема в Польше опять-таки снова говорю национальную проблему создали создал не Ленин не придумали злобные большевики или марксисты когда создавались эти организации националь вот национальным противоречиям они никуда не делись все помнили у всех были дедушки бабушки отцы там прадеды которые участвовали в том восстании в этом восстании причем участвовали с разных сторон зачастую да и этот вот национальный вопрос именно в Польше и в Литве в Литве еще там рабочих было центров крайне мало это преимущественно аграрная территория а города там ремесленные и в общем-то ремеслено-торговые и там еще еврейский элемент национальный вопрос там стоял не только о противостоянии польского элемента русскому а еще очень остро стояли противоречиям между поляками и евреями понимаете и все это тоже в общем-то не на пустом месте именно польские социал-демократы интернационалисты они заявляли что нет мы вообще национальный вопрос я хочу сказать они да совершили ошибку но я хочу объяснить контекст этой ошибки почему они были наиболее радикально интернационалистки настроены их интернационализм да они трактовали вот таким образом как вообще полностью не надо этот вопрос снимать его вообще надо снять с повестки дня продули все что ну они во всяком случае старались 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 да но так вот уже в первую русскую революцию Польша опять-таки закипело да закипело там начались многочисленные выступления но уже это было не националистическое движение а в основном так же как в России это было движение крестьянское и движение рабочее преимущественно стачки столкновения центр один из центров стачечного движения это естественно Лодзь да и Варшава и Варшава как основной культурный центр массовый террор там они террористы были да 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 вот так что это очень краткий такой абрис польского вопроса но мы видим что вот здесь вот поляки они традиционно занимали довольно радикальную точку зрения довольно радикальную точку зрения в этом спасибо еще раз говорю что очень запутанный вопрос очень и вот правильно да там восстание 30-го года были убиты не просто какие-то там генералы это были самые национальные герои из героев которые были ближайшие дружки Наполеона которые с ним в Испании там рукопись на ДНФ-48 это были национальные герои они их убили как вот просто муху махнули с окна просто не заметили даже пришлёп как милорадович да пришлёпнули и всё а потом естественно поставили им памятник первое что сделали когда получили независимость вот других дел не было снесли этот памятник вся Варшава кинулась сносить этот памятник это было главное у них вот при получении независимости и тоже сложно конечно и в 63-м году вот там были и красные у них и белые они между собой там были офицеры русской армии поляки которые подавляли это восстание да были и были генштабисты поляки которые участвовали в этом восстание то есть там очень всё перемешано и конечно и красный и Ленин сделал попытку ну как он очень обязан был полякам потому что поляки в Октябрьской революции не один Дзержин у нас всё Дзержинский там их куча была огромное количество просто не один Дзержинский не один Минжинский да Минжинский обрусевший а там были реально поляки поляки типа Уншлихта там и других и вот конечно и была попытка создать они уже создали первую польскую красную армию создали всепольскую ЧК во главе с белорусом медведем и уже всё там уже в Белостоке правительство было всё но тоже у них сорвалось почему потому что национализм дикий Пилсудский использовал национализм и даже много евреев пошло в польскую армию против наступавших советских войск и многие евреи там стали офицерами получили витуте милитари и так далее то есть это вот факт то есть национализм это конечно очень сильное страшное оружие и в общем Польша показывает что это оружие гибельное оно гибельное вот к чему оно привело хотя сейчас вы видели да во главе Польши как сказал бывший нам президент стоит немецкий шпион как он его публично назвал на акте ну такого вот тут опять же поляки верны себе да оскорбление раздрай немыслимые обвинения друг друга да но будем надеяться что этот народ как-нибудь успокоится придет в сознание не придет не надо надеяться вы знаете польский парламент и все что это мне напоминает хорошо поставить заставку помните был такой советский фильм с мультфильмом новый гулливер там парламент это королевство лилипутия где они там дерутся и спорят это вот как раз вот это как раз кто бы мог подумать они все время воспроизводят вот все один и тот же архетип поведения потому что это и есть культурный код страны вы хотите не надейтесь вы думаете что вот страна тысячелетия так развивалась а завтра начнется вот этот вот этот вот оксюмороны польская терпимость и польское здравомыслие появится да не появится ну будем надеяться на то что тускнеет причем я очень люблю Польшу да я там был несколько раз очень милая страна очень милые люди когда как говорится беседуешь с ними о выпивке и еде и более ни о чем лучше не придумать просто один к нам очень да вот это поражает конечно как только поднимаешься на стриженный ноготь в общем-то вверх да все ну можно еще о женщинах побеседовать но все-таки все-таки надо отдать должное что коммунистическую партию они не запретили были суды и суды отказали то есть коммунистическая партия она конечно там несколько десятков человек но тем не менее она не запрещена и другие левые силы не только не запрещены а сейчас вошли в правительство один из самых здравомыслящих поляков последний политический это конечно Ерузовский да на самом деле он спас Польшу спас Польшу но они его за это осудили да и поэтому просто все познается в сравнении то есть когда мы говорим что на Украине фашизм там реально хуже чем в Польше гораздо там не только компартия запрещена там все левые партии и все оппозиционные партии запрещены и уровень православная церковь подвергается невиданным после Гитлера гонениям и поэтому сейчас вот те кто говорит что на Украине там все посмотрите даже в Польше гораздо все приличнее я не говорю лучше приличнее поэтому вот надо понимать эти все нюансы спасибо Олег Рудольфович спасибо дорогие зрители до новых встреч не болейте все будет хорошо до ведения до ведения до сих пор до сих пор